МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоселье спецназа УФСИН. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в открытии нового здания для отряда специального назначения. Сделки через нотариуса в Росреестре рассказали о новых правилах оформления прав на недвижимость. Театральный капустник. Артисты Чувашских театров проводили Старый Новый год. Сегодня вице-премьер правительства России Ольга Голодец провела Всероссийское селекторное совещание. На нем министр здравоохранения страны Вероника Скворцова выделила Чувашию как регион, где в 2015 году значительно снижены показатели младенческой смертности. Показатель. В общем, по стране колеблется около 6%. Хочу выделить отдельные регионы. Чувашская республика, Пензенская, Тамбовская, Кировская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ. У этих регионов показатели, как у Европы, США и Японии. Заявила Вероника Скворцова. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил сегодня с новосельем сотрудников отдела специального назначения УФСИН России по Чувашской республике. Отныне он располагается в поселке Гремячево. Отряд специального назначения дважды менял свою прописку. Теперь у него собственное здание. Здесь есть все необходимое, чтобы сотрудники эффективно готовились к выполнению задач. Это новые служебные помещения, оборудованные специальной техникой. Отдельная учебная база. Бойцы спецназа тренируются ежедневно. Охрана общественного порядка обеспечивается. Вы, прежде всего, своими коллегами, товарищами обеспечиваете безопасность тех учреждений УФСИН, которые находятся на территории нашей республики. Мы встречаемся на разных совещаниях. Координируем, прежде всего, комплексно, эффективно взаимодействие со всеми правоохранительными органами. И жители Чувашской республики, граждане России, были уверены, что эта стабильная ситуация сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Спецназовцы верно служат республике и стране и стоят на страже государственных интересов. Все сотрудники этого отдела имеют государственные и ведомственные награды. 15 раз бойцы выезжали в горячие точки. Все у нас офицеры, фактически, в данном подразделении, все офицеры, чтобы вы были еще более подготовленными, еще более обученными. И, не дай бог, если возникнет ситуация, а никто не застрахован, чтобы вы могли работать четко, чтобы вы могли понимать, что каждая жизнь бесценна и могли за счет своего опыта, умения минимизировать все те возможные негативные последствия, которые могут быть при вашей боевой работе. В исправительных учреждениях республики содержится порядка 6 тысяч заключенных. Чуваша – один из лучших регионов по трудовой занятости осужденных. В прошлом году они изготовили продукции на сумму 823 миллиона рублей. Гости посмотрели современную экипировку и вооружение, а бойцы спецназа УФСИН продемонстрировали показательные занятия по специальной огневой и физподготовке, приемы рукопашного боя и элементы тактических действий с оружием. В пенсионном законодательстве России вновь произошли изменения. Они коснулись всех и нынешних, и будущих пенсионеров, и работодателей. С 1 января увеличена федеральная социальная доплата неработающим пенсионерам. Она устанавливается тем, чей доход ниже прожиточного минимума, то есть 7391 рубля. Такой размер МРОД установлен госсоветом на 2016 год. Также с 1 февраля страховая пенсия неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 4%. У нас средний размер трудовой пенсии, он у нас составлял, по последним отчетным данным, которые мы имели, 11 538 рублей средний размер пенсии по старости, а средний размер вообще страховой пенсии 11 185 рублей. Но вот у тех людей, которые, значит, если они не работают, у них на 4% это порядка более чем 400 рублей увеличение. Но в целом, поскольку мы считаем средние размеры на всех пенсии, мы в среднем тоже видим, что на среднем увеличение пенсии будет на 300 рублей по республике. Что касается работающих пенсионеров, они будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. С февраля же будут увеличены ежемесячные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета, независимо от трудовой занятости. Размер увеличения в ближайшее время будет установлен правительством России. Ждем изо дня в день, потому что для пересчета у нас много времени не остается, в пределах 10 дней, а так, ну, когда вот для сведения, когда мы считали свой бюджет, мы считали из расчета, что где-то не менее чем 6% это, в общем-то, повышение должно быть. С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальной, повысят на 4% всем, независимо от факта работы. Средний размер социальных пенсий таким образом составит 7,5 тысяч рублей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Зарегистрировать права на имущество теперь возможно только через нотариуса. Изменения в правила были внесены в конце прошлого года. С 30 декабря нотариальному удостоверению подлежат соглашения о разделе общего имущества, сделки по продаже земельной доли, а также недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетним. Подробно о новых требованиях журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции. На диалог с руководителем Росреестра по Чувашской Республике пригласили не только журналистов, но и риэлторов. В первую очередь именно по ним ударят измененные правила регистрации имущества. Вопросов у специалистов много, Екатерина Карпеева отмечает. У застоверения нотариуса коснутся сделок, при которых чаще всего возможно нарушение прав. Это сделки по продаже земельной доли и сделка по продаже доли в праве собственности на любой объект недвижимого имущества. Такие виды сделок довольно-таки распространенные. И, к сожалению, до сих пор наши граждане еще не знают о том, что форма такого договора уже не простая письменная, а именно нотариальная форма. Если эта форма нотариальная не соблюдена, то это влечет за собой ничтожность сделки. Все договоры, которые были подписаны после 30 декабря, уже должны быть заверены у нотариусов. Причем, оформляя сделку с недвижимостью, граждане могут больше не обращаться к специалистам Росреестра. Правовую экспертизу по таким сделкам проводит нотариус. Государственный регистратор уже исключается из числа тех, кто проверяет законные сделки. Это нормы указаны в Гражданском кодексе и в законе о регистрации. Новые правила коснутся и тех, кто намерен продать недвижимость доли несовершеннолетних детей. Такие сделки совершаются часто. Теперь, чтобы продать квартиру, потребуются не только документы из органов опеки, но и удостоверение нотариусов. Регистрация таких сделок должна завершиться всего за три дня. Если заявители у нас, граждане, совершают сделку и очень сильно спешат, они могут захотеть подать ее в электронном виде через нотариуса, то срок регистрации – один рабочий день. Вообще, такие удостоверения должны стать дополнительной защитой. Если граждане понесут убытки из-за ошибки специалистов, то ущерб полной мере возместит нотариус за счет страховки. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Чувашская республика заняла шестое место среди регионов России по инновационному потенциалу. Анализ проводил Департамент социологии и финансового потенциала при правительстве России. В исследовании приняли участие 20 тысяч респондентов, которые оценивали инновационный потенциал региона по четырем индексам. В том числе, интерес населения к получению образования, развитие креативных творческих навыков, создание инновационного бизнеса, а также бизнеса как такового. Общий индекс определялся как сумма четырех в интервале от нуля до ста. Чувашия набрала 59 баллов. Всего в исследовании приняли участие 70 субъектов Российской Федерации. Лидерами рейтинга, кроме Чувашии, стали Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Москва и Новосибирская область. Анализ инновационного потенциала, способности разрабатывать новые идеи и внедрять их в бизнес имеет большое значение для экономического прогнозирования. Инновационное развитие может идти естественным путем за счет людей, имеющих природную склонность к новаторству, а может стимулироваться государством и обществом. В социальных сетях орудуют мошенники. Преступники взламывают странички пользователей, начинают рассылать сообщения всем друзьям и знакомым с просьбой перечислить деньги под различными предлогами. На днях сотрудники отдела КМВД Почувашской Республики задержали двоих таких умельцев. В ходе обысков в их компьютерах было обнаружено более 10 тысяч логинов и паролей от чужих аккаунтов. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Двое жителей Чувашии были задержаны полицейскими в одном из чебоксарских банков в момент получения денег от обманутых пользователей социальной сетью. Молодые люди пользовались доверчивостью граждан и похищали деньги, не отходя от компьютера. На определенных ресурсах они приобретали аккаунты для входа в систему контакт и в дальнейшем заходили подкупленными именами и осуществляли переписку в группе. И, соответственно, просили денежные средства для тех или иных целей. То есть просили оказать помощь. Соответственно, граждане с разных регионов пересылали им денежные средства, а они, соответственно, их здесь уже снимали. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела КАО установили, что свою преступную деятельность молодые люди вели в течение года. Во время обысков в их компьютерах было обнаружено более 10 тысяч логинов и паролей от чужих аккаунтов. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество». Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются пострадавшие от их преступной деятельности. Пользователям же социальных сетей надо помнить о необходимости перепроверять любую поступающую информацию и хотя бы раз в месяц менять пароли в своих аккаунтах. Каждый год в третье воскресенье января журналисты республики отмечают свой профессиональный праздник – День Чувашской печати. В этом году он выпадает на 17 января. В канун праздника Союз журналистов республики определил лауреатов ежегодных премий Семена Эльгера, Леонида Ильина и Николая Никольского. Премию Семена Эльгера присуждают журналистам за работы в области экономики, науки, культуры. Премию Никольского за работы в области укрепления дружбы народов, национального возрождения чувашского народа. Премии Ильина отмечают журналистов, которые поднимают вопросы развития сельского хозяйства. Премии вручают с 1974 года. В этом году как никогда было представлено очень много работ. Всего их было 16. 16 участников было. И отрадно отметить, что в этом году участвовали активно и журналисты городских и районных газет. Но итоги подведены. Сейчас мы утвердили правление, правлением союз журналистов утверждены итоги этих творческих конкурсов. Победителем самой престижной премии имени Семена Эльгера, лауреатом премии, стал Леонид Викторович Никитин. Это он, Леонид Викторович, известный журналист. Он в прошлом году очень активно поработал и опубликован материалы советской Чувашии, переданы в эфирах ГТРК Чувашия, национальной телерадиокомпании по вопросам развития экономики, социальной сферы нашей республики. Учтены здесь все параметры. Это и, прежде всего, профессионализм, журналистское мастерство. Мы поздравляем и Леонида Викторовича, и других коллег. Чествовать их будут в субботу, 16 января, когда все журналистское сообщество соберется на профессиональный праздник – День печати Чувашии. Никиту Васильеву, который в интернете известен как «Чувашский путешественник» арестовали в Казахстане. Что случилось, мы отследили в соцсетях. Никита. Дождливый день сегодня. Рельеф стал волнистый ближе к горам. С Рождеством всех православных. Это конец хребта Каратао показался, северо-западного оттога Тяньшаня. Длина его 420 километров. Теперь он меня выведет из степей. Накануне на его странице ВКонтакте появился следующий пост. Шымкент позади. Это был заключительный казахстанский город на данном этапе. Впереди Узбекистан. Курс на Ташкент. Погружение вглубь Средней Азии. Совсем недалеко высится угамский хребет Тяньшаня. Всем отдыхать. Завтра граница. Однако постов с территории Узбекистана не последовало. Вместо этого фотографии на фоне решетки. При пересечении казахско-узбекской границы Никиту Васильева остановили контролирующие органы. Выяснилось, что путешественник пробыл на территории Казахстана больше месяца, но так и не зарегистрировался. По местному закону ему грозил штраф размером почти в 32 тысячи местных тенге. В переводе на российские рубли около 7 тысяч. Либо сутки ареста. Кстати, судя по всему, в подобную ситуацию велосипедист попадает уже не в первый раз. Никита! Два раза на те же грабли! Своим подписчикам Никита сообщил, что ожидает суда. Однако уже на следующий день он выложил фотографию постановления суда, а позднее сообщил, что пересек узбекскую границу. Судя по всему, чувашский путешественник продолжает следовать по заданному маршруту. 80 лет на днях исполняется народному художнику Чувашской республики Виктору Немцеву. Сегодня в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка именитого мастера. Величие родной земли. Именно так называется выставка художника. Виктор Немцев один из тех выдающихся мастеров, у которых наша вражеская полная родников, прудов, речек и замысловатых пейзажей Чувашия нашла свое художественное воплощение. На представленной выставке экспонируется чуть более 70 работ. В основном это произведения сосредоточены здесь, в Чувашском государственном художественном музее. И много работ, которые привезены из мастерской, из собрания семьи художника. Они многие впервые экспонируются и будут очень приятными для посетителей, которые следят за творчеством мастера. Пейзаж, портрет, натюрморт – излюбленные жанры Виктора Немцева. Картины, созданные на родной земле, пронизанные любовью к своему народу и родине, находят отклик в сердцах земляков. Ведущая тема картин – сельская. В пейзажных полотнах, воспевающих красоту Чувашского края, отражены все времена года. Все же весна – время пробуждения природы, излюбленная тема нашего художника. Как художник – это уникальное явление в Чувашии. Среди сотен живописцев Чувашии, немцев – это особенный живописец. Если ты художник, то должен писать ту настоящую живую правду, которая тебя окружает в мире, в котором ты живешь. Писать об этом мире честно, правдиво, точно, не приукрашивая, не наряжая, не лгать, ничего, ничто. Талант художника широко известен не только в родной Чувашии, но и за ее пределами. Москва, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ульяновск. Начиная с 1959 года Виктор Немцев активно участвовал в различных всесоюзных, всероссийских и республиканских выставках. Его полотна украшают залы известных музеев России и зарубежья, а также являются гордостью частных коллекций. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. У жителей республики заканчивается первая рабочая неделя. Артисты Чувашских театров наконец-то получили долгожданную передышку после сезонных выступлений и новогодних представлений. Традиционно театралы провожают Старый Новый год вместе в кругу своих на капустнике. Репетиции, выступления, смех, песни и танцы. Круглый год наши артисты работают для зрителей. Но оказывается и отдыхать они предпочитают непосредственной близости от подмостков. Самое главное – хорошее настроение и импровизация. То есть забыть обо всем, о каких-то болячках, о каких-то, я не знаю, проблемах. Уже наконец-то закончились эти новогодние елки. Поэтому просто расслабиться и отдыхать друг для друга, приносить счастье друг другу. Каждый год организаторы праздника меняются. В этом капустник устраивает Чувашский государственный театр «Кукол». Хотя собрались и в театре оперы и балета, здесь самое вместительное фойе. Кураторы задают тон мероприятию, а их коллеги показывали свои любимые номера и смогли почувствовать себя зрителями. Конечно, канва всегда придумывается, но это всегда импровизация. Прелесть именно в том, что вот сие минуты рождается. Ну, естественно, какой-то замысл там про что и что, как-то так задумывается, кто участвует. Ну, в основном участвуют актеры, обладающие чувствами импровизации, фантазии. Ну, а это развивает фантазии. Но потом, конечно, эти капустники, вот такие встречи, они сближают. Совсем скоро Чувашские театры вновь поднимут занавес. Пока же артисты получили небольшую передышку. Восстановить силы и получить заряд бодрости и вдохновения. КВН – это не просто программа, это жизнь. Так считают все, кто когда-либо был причастен к этой игре. Активные жители планеты КВН есть и у нас в Чувашии. Самые талантливые из них отправились покорять юмористический олимп на Кевин-2016 в Сочи. В Сочи Красная Поляна, Горки – город. Именно здесь проходит 27-й ежегодный международный фестиваль КВН «Кевин-2016». Четыре команды из Чувашии, сборная Чигу, кооперативного Чифранхикс и команда КВН Чувашии представляют нашу республику на игре. О обстановке на сегодня нам рассказал директор КВН Чувашия Михаил Елисеев прямиком из Сочи. Сегодня уже третий просмотровый день. На фестиваль приехало более 400 команд. Вот, но еще приезжают, записываются, регистрируются. Все наши команды, за исключением сборной города Чебоксар, уже выступили на фестиваль, выступили успешно. Сейчас все команды проходят этап просмотра. Команда входит, показывает на сцене свою визитную карточку. Три-четыре с половиной минуты, в зависимости от лиги, в которую они играли, и в зависимости от уровня команды. И уже по итогам этого просмотра, в конце фестиваля, это будет известно 18-19 числа, команды распределяют по лигам. Оригинальный выход, набор коротеньких миниатюр, забавные номера. Каждая из команд выступила по-своему интересно. Но сборная Чифранхикс просто разорвала зал. Номер про Путина и тигра, миниатюры и отбивки с пропевками в разных веселых вариациях названия вуза команды очень удачно зашли в зал. Теперь трем нашим командам остается только ждать результатов первого тура. А команда КВН Чуваши вовсю готовится к Кубку чемпионов региональных лиг. Он состоится 15 января по окончании всех выступлений первого тура. Так что КВНовскую форму, пожалуй, самой популярной чувашской команды, и редактора, и зрители смогут оценить уже завтра. Юлия Важенина, Республика. Таким был этот день глазами журналистов Национальной телерадиокомпании. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин